В этом подкасте упоминаются иноагенты Алексей Венедиктов, Катерина Гордеева, Ирина Шихман и ФБК. Признан экстремистским. Деятельность на территории РФ запрещена. Привет, друзья! Это Ирина Петровская, рубрика «Смотревого» и колонка под названием «Возвращенки и невозвращенцы». Россия — та страна, в которой жив дух человеческий, — возгласила оперная дива Любовь Казарновская. Она это именно возгласил, звенящим от восторга голосом, гордо вскинув голову и сверкая очами. Вячеслав Манучаров канал «Эмпатия Манучи» завороженно внимал. Тем более, что певица пришла к такому выводу эмпирическим путем. Ей есть с чем сравнивать. Много лет жила на Западе муж австрийец. Теперь со знанием дела утверждает. На Западе такого духа нет. Там публика механически поглощает культуру. В отличие от нашего высокодуховного человека, который преподает к культуре как к роднику. Там культурное потребление, тайне традиции. Раз в неделю обязательно нужно посидеть концертный зал или театр, сходить в хороший ресторан, выпить хорошего вина, комфортно устроенная, сытая, внешне красивая, но духовно успокоенная жизнь. А почему мир так окрысился против России, поинтересовался Манучаров? Потому что Россия – это духовный центр планеты. И так было всегда. С пафосом ответствовала Казарновская. А они, нам, определили программу расчеловечивания. Но сейчас Россия подняла голову и сказала. Нет, милые. Певицы отовсюду, из Германии, из Америки. Пишут, звонят друзья и криком кричат. Детей заставляют говорить не папа и мама, а родитель номер один, родитель номер два. Детям запрещают называть тебя мальчиком или девочкой. Переиначивается вся система духовных ценностей. Великую русскую культуру отменяет. С таким многомерным испытанием мы еще не сталкивались. Есть небесная модель, святая Русь. Она и есть, никуда не денется. Убеждена оперная дива. В советское время, когда выезд за границу для обычного человека был так же нереален, как полет на Луну, шутники придумали вопрос для анкеты, бывая ли вы за границей, и если да, то почему вернулись. Предполагалось, что советский гражданин, увидев собственными глазами тамошнюю жизнь, крепко задумается о возобращении в родные бенаты. Шутка многолетней давности внезапно обрела новую актуальность, когда из ее доли разврата потянулись обратно разочарованные в западной жизни иммигранты и иммигрантки. Их, как выяснилось, буквально рвало на родину, к ее великой духовности, без которой они на Западе задыхались. Не так давно актриса Ольга Будина, прожившая в Испании около двух лет, делилась с тем же Малычаровым личным эмпирическим пониманием происходящего на Западе. Представьте себе, там отменяют занятия в школе, чтобы лесбиянки смогли без помех провести митинг на главной площади. А однажды Будиной повстречался на улице гей-парад. Абсолютно голые мужчины, разряженные в пух и перья, шли через весь город. И Будина решила, все, не такой судьбы она хотела сыну, увозя его в хваленную Европу. Теперь счастлива. Сыны, приближающиеся к призывному возрасту, без колебаний, если будет нужно, отправят на фронт. А сама готова подносить патроны, фигурально выражаясь. Вернулась на родину и звезда фильма «Страна глухих» Дина Корзун. Выйдя замуж за бельгийца, она уехала из России в начале нулевых. Работала в зарубежных театрах, снималась. О пережитом на Западе она рассказала в интервью Ольге Будиной на ее ютуб-канале. Корзун, по ее признанию, чувствовала чужбение, всеобщее неприятие России и неприязнь к русским. Она же, наоборот, за эти 13 лет стала невероятно патриотом нашей Родины. Много испытаний выпало на долю Дина Корзун. Во время пандемии всех их всюду заставляли носить маски. Какой же это носили над личностью? Окончательно добила ее все та же вопиющая западная пропаганда ЛГБД ценностей. У них в школу даже проводят уроки полового воспитания. И как-то на урок пришел психолог. Мужчина в юбке и на каблуках. И тогда она сказала мужу. «Луи, я тебя умоляю. Ты видишь, что творится в мире. Поедем в Россию. Это самое безопасное место. Мы счастливы. Дети на физкультуре бегают без масок. К нам по-человечески относятся. В России люди думают, могут разговаривать». Да. Дина Корзун, видимо, еще не поняла, что возможность думать и говорить зависит от того, правильно ли ты думаешь и аккуратно ли выражаешь свои мысли. Ее коллеги, артисты Московского художественного театра Дмитрия Назаров и Ольга Васильева, например, в интервью Катерине Гордеевой рассказали о своем увольнении из-за перпендикулярных генеральной линии антивоенных высказываний. По их словам, худрук МХАТЭК Константин Хабинский сначала надеялся, что творческий отпуск поможет сохранить артистов в трупе, но потом все же попросил уволиться, чтобы с 29 молодых сотрудников не сняли бронь, защищающую их от мобилизации. Разумеется, Назаров и Ольга Васильевы тут же написали заявление об уходе и решили не возвращаться домой из Франции, где в это время отдыхали. Возвращенки, невозвращенцев и вообще всех уехавших не понимают. Любовь Казарновская на традиционный вопрос Манучарова об отношении к предателям, покинувшим Родину в годину испытаний, Отвечал цветиста, если ты отказываешься от своих корней, если ты перестаешь чувствовать свое отечество, если ты это обрываешь, каким бы красивым цветом ни цвело дерево, оно погибнет изнутри, оно сломается. Ольга Бутина, уехавших коллег, однозначно считает предателями. Лидеры общественного мнения не имеют права публично заявлять позицию, противоречащую линии твоего государства. Они обманули ожиданий почитателей, не оправдали их надежд. Таких нельзя больше допускать в общественное пространство. Хорошие артисты правильные. Родина в лице действующей власти их не забудет. Назаров же несет крамолу и подрывает устои. Если власть боится актеров, значит, ей кранты, говорит. А ведь главным дедом Морозом России был, точнее, его единственным помощником, как уточнял сам артист, чтобы не разрушать детскую веру в сказочного деда. Не оправдал доверие. Теперь во Франции прозябает. Скидается, говорят о нем патриоты. А теперь, как обычно, мои рекомендации лучших выпусков недели на Ютьюбе. Скажи Гордеевы, артисты МХТ уже бывшие, Дмитрий Назаров и Ольга Васильевы, герои нового выпуска Катерины Гордеевой, рассказывают о своем вынужденном уходе из театра, о коллегах, предпочитающих молчать, о новом для них опыте эмиграции, о гастрольном графике, который, вопреки уверениям злопыхателей, пророчащих актерам забвения и нищету, расписан аж до конца 2024 года. Намедник 1933 на Ютьюб-канале Парфенон. Очередной год, очередная серия. Голодомор в Украине, России и Казахстане. Партийные чистки, Беломор-канал, построенный запрещенными. Советские писатели во главе с Горьким восхваляют рабский труд. Приход к власти Гитлера, поджог Рейхстага, Нобелевская премия Бунину. Канал редакции. Большой репортаж Дмитрия Сошина из Тбилиси. Как российский закон об инагентах взорвал Грузию. Десятки тысяч людей вышли на митинги протеста против закона об инагентах. В итоге он был латозом. Журналист пытается разобраться, кому и зачем понадобился этот закон, против кого был направлен, и что будет в Грузии дальше. Новый выпуск YouTube-канала «Поговорить. Как быть свободным в несвободной стране». Автор Ирина Шихман рассказывает о нескольких эпизодах из жизни Александра Солженицына и о его по-прежнему важной и злободневной статье «Жить не по лжи». YouTube-канал «Осторожно, Собчак». Разговор двух фигурантов скандального расследования ФБК Ксении Собчак и Алексея Венедиктова. Кому-то покажется спорным, кому-то неубедительным. В любом случае, интересно услышать оценку и интерпретацию событий из первых уст. С вами была Ирина Петровская. Мы сейчас думаем над видеоформатом. Если вас это интересует, пожалуйста, пишите свои пожелания в комментариях. А также читайте, слушайте, подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков от нас.